Если французы не набирают очков или набирают меньше, то есть играют в ничью, а Краснодар все не побеждает, то футбольный клуб Краснодар уходит весь здоровьем. И это действительно потеря, он как раз нападающий. Так вот, если он жив-здоров, то, конечно, он в стартовом составе. Сегодня без него приходится играть команду. В какой момент Крестюк ошибается, мяч у него срезан со с ноги, исправляет свою ошибку вратарь, но до Краснодарской команды, к счастью, успел, успел накрыть мяч. Смотрим повтор, под прессинг попадает голкипер, и здесь просто техническую ошибку. Допустим, естественно, для этой команды нет другого пути, если она хочет еще посражаться, как только побеждать опасный момент. По прямой идет, и удар в дальний угол, в общем, неплохая ситуация. Пока, да. Действительно, острее было, быть может, когда атаковал Смолов, но вот по совокупности мяч, ну, смотрите, опять мяч штрафной, и удар по воротам, и перекладина. Да, и продолжается атака Зальцбурга, но вдохнуть, но моментище-то был просто великолепный у Зальцбурга. Отличная передача, опять очень много пространства, свободные зоны, и почему-то воздух держат, а не своих игроков. А футболисты Краснодара этим пользуются Зальцбург. Вот удар на чужую половину поля гости, на высокой скорости двигаются вперед, есть варианты слева, здорово открывается партнер, может быть, с неким опозданием, куда последовала передача, а удар вновь опоздал. Вот обратите внимание, ну, это уже концовка эпизода, и когда пытается исполнить этот удар. А как продолжает, вот, реагировать главный тренер Краснодара на все происходящее? Что-то поменялось? Или не может поменяться, потому что вновь ошибка? Вот как вот на эти моменты? Не атаки, именно потому что нет Хронатана Зарианова, человек три раза подряд был лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, забивает огромное количество голов, и без него, я думаю, что проблемы у Рэдбола в этом смысле. Так, берешь заброс. Заброс австрийский, Налдо, занимает хорошую позицию, его соперник спиной, ну, смотрите, как раскрутили атаку. И опять Лазару чуть назад под удар в дальний угол. Красивая комбинация. Без проблем действует, и вновь возвращается мяч к австрийцу. Лазару не пробрасывает его мимо Торпинского, тот лежа борется. Но мяч остается у австрийцев, их атака, это Радашевич. Он подошел к штрафной, передача верхом. Один-ноль. Ой-ой-ой, нет, 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 не терапись, братан, что? Один-ноль, нам показалось, что мяч пересек линию ворот, даже вот с нашего ракурса было видно, что уже на Шмулевича, который находится за воротами. Вот смотри, что касается Торпинского, да, он боец, он сражается, он стелется в подкатах, бьется. Но вот, во-первых, здесь его совершенно никто не подстраховал, и в эту зону как раз побежал Радашевич, а потом подача, и в конце концов дело закончилось с голом. Слушай, но здесь, вот, мы сейчас не увидим, здесь все, мяч пересекает линию ворот. Куда побежал Налдо? И удивился, что судья не среагировал, вот еще один момент у Зальцбурга, мяч может быть штрафной, отличная передача, опасно! Удар по воротам Крецок спасает, Крецок выручает, но это уже необъяснимо, это невозможно. Это же такие детские ошибки, но они не должны допустить игроки уровня Краснодара. Так, вот опять Налдо делает шаг вперед, и сразу двух шаг отыграли, и дальше решает, да, ну, здесь Крецок, конечно, красавица берет этот мяч, вот берешь ему, и тоже, и Калешин уже убежал в атаку. Нет его на своем месте. Калешин опять очень далеко находится от своего соперника, и вот что позволяет сделать, вот треугольники можно рисовать сколько угодно. Раз, два, короткими передачами дошли, и вот так вот мяч уже на второй гол отправляет. То, как сейчас играет Краснодар, в оставшуюся минуту может обернуться еще голом, и тогда совсем заполняют собой зоны. В результате нет пространства, и нет возможности атаковать опасно, но надо бить тогда со средних и дальних дистанций, пока игра не идет. Перейро, слово, что рикошетного ваги на месте. Ну вот посмотри, сейчас удар скорее такой импульсивный решит. Знаешь, они перерывами тоже уходили к центральному кругу. И вот здесь вопрос к опеке, вот здесь штрафное. Они также, чтобы использовать и Перейро, и Жуазинию впереди. Вот сейчас у меня неискация на поле есть. И вот, пожалуйста, Лаборде здорово протирается уже в штрафное. Лаборде паузу выдерживает, но нужно передавать мяч туда, ближе к воротам. Долго, долго. Кабаре, Жуазиния, Смолов слева, а Жуазиния бьет поворотом, а может быть следует... Внимание! Я же киставлю на удар поворот. И следует удар, достаточно сильный, мяч пролетает на... Чуть не рассчитал, как развернуться к ванну. Смотри, как на скоростью здорово контролирует мяч, как бежит мяч на примязи. И передача, опасный момент, прощает нас Зальцборг. Матч, потому как момент, ну, 100%, ну, как, 100% нельзя говорить. Ну, очень хорошо. Забил бы, да, но очень хороший. Да, ничего на льду не... Была перехвачена Бериша. Лаборде, Калеша! Калеша! И залетит! Загол! Федор Смолов! Федор Смолов! Ну и, конечно же, Калешин. Я не знаю, что он сделал, но получилось очень здорово, а? Калешин, давайте смотреть повтор этого момента. Отмечаем реакцию Лаборды. Великолепный пас он дает. И дальше мяч летит. Попадает в штамбу. Вот в чем дело и первое подобивание Федора Смолов. Калешин, который буквально минуту назад страдал на бровке этой же больной своей ногой. Мяч посылает туда, откуда уже не промахивается. 1-1. Краснодар сравнивает. Просто в гробовой тишине последние минуты шли, а теперь мы поняли, что здесь действительно 20 тысяч на трибунах. Но это опасно. Хван! Аккуратней против него не палить. Удар по воротам. Рикошет! Критцук! Умничает свой шанс. Еще раз смотрим момент. Хван здорово сместился втроем. Его встретили. И мощный удар самосем. Да, хорошо так он поймал мяч на подъем и с радиуса пробил. Клеско. К счастью, момент удара видел Критцук. Еще одна атака зацпурка. Прострельная передача. Вратарь должен мяч забрать. Играем кулаком. И удачно нервничает. Нервничает. Несмертельная была. Еще раз смотрим. И так розовым кулаком бьет Критцук. А дальше ладонями уже и судья. Судья Арсенков-Газинский сыграл. И мы убегаем в контратаку. Ахметов тащит мяч. Смолов слева. Ну, решай Федор. Обыгрывает защитника на исполнение. Но удобно для вратаря. Это было пасть. И сегодня этот матч на ногах. Еще раз смотрим. Убирает одним движением этого самого.